На портал Ксгид поступил вопрос. Я молодая девушка. В течение многих лет у меня есть зависимость от порнографии, со сценами насилия. Сейчас борюсь с этим грехом. Но из-за того, что я смотрела постоянно эту мерзость, у меня в сердце ненависть, страх и неприязнь ко всем мужчинам. Как быть? Ну, знаете, как раз ваш пример показывает, почему эту мерзость нельзя смотреть. Потому что это в сердце входит и начинает там жить. И отравляет нам жизнь. Почему порнографию и ДРЭТП, вот эти гадости смотреть нельзя. Но, а что делать, что уже, как говорится, вот как у вашей ситуации, вы уже смотрелись, у вас все это в душе есть. Знаете, есть слова. Бога, если ваши грехи как кровь, как снегу белью. Для Бога ничего невозможного нет. Бог пришел как грешникам спасать грешников. Поэтому, если вы это с Божьей помощью прекратите смотреть, хотя это не всегда получается сразу. Но с Божьей помощью, через таинство Исподи, причастие, молитвы, постоянное покаяние перед Богом, когда вот это все происходит. Бог это, вот я как священник, я знаю таких множеств примеров, самые страшные действия, даже еще более страшные действия, например, наркомания в последней стадии. И Господь это все убирает. Это Бог может, для Бога ничего невозможного нет. Поэтому вам надо просто путем духовной и церковной жизни очищать свое сердце. И Бог его очистит. И вы, конечно, вот станете способным на нормальные отношения с противоположным полом. Вот я знаю случаи, которые тоже не менее для человека трагичны, когда люди имели привязанность к своему полу. Сейчас считается, что это все и чуть не генетика, и ничего не сделаешь. Да ерунда. Сделаешь. И люди, вот мои знакомые, лкались, молились, ничто не на поводу вот этих своих чувств сексуальных неправильных. Сейчас они многодетные там отцы и так далее. Все у них хорошо. Хотя никаких чувств к девушкам вообще не было, а были чувства только к молодым людям. А сейчас у них все хорошо. В этом плане, по крайней мере. Поэтому Бог может все. Поэтому, да, можно набедокурить, но потом Господь тебя очистит. Ну, конечно, это ни в коем случае из моих слов не надо делать. Ну, ничего, можно победокурить, а потом губ не очистит. Вы знаете, это как со здоровьем. Давайте здоровье испортим, потом врачи меня вылечить. Ну, все знают, что это очень так непросто. Врачи могут вылечить, действительно. Но это удается очень большими страданиями стороны больного и усилиями врачей. Ну, сейчас еще и деликатуры набывать не так мало надо. Вот. Поэтому вот так, конечно, рассуждать нельзя. Но если уж вот так вот, если у ошибок своих пришли, какая-то печальная ситуация, то унывать не надо. Унывать ни в коем случае не надо. Все это возможно. И примеров их, знаете, из истории человечества миллионы, миллионы, миллионы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...